Мы уже рассказывали в новостных выпусках о строительстве совершенно новой по своему проекту школы, которая ведется в Северном парке. Участие в федеральной программе позволило обеспечить возведение дорогостоящего объекта. Строительство идет под постоянным контролем районных властей. Глава Славянского района Роман Синеговский вместе с представителями всех заинтересованных служб побывал на этом строящемся объекте. Помимо четырех соединенных между собой блоков, где будут 55 учебных кабинетов, столовая, спортивные и актовые залы, здесь сооружаются футбольное поле, баскетбольно-волейбольная площадка и зона отдыха. Строители, занятые здесь, показали главе района, что уже сделано на этом участке работы. Осень выдалась теплая, это благоприятствует работе, и поэтому нельзя не воспользоваться хорошей погодой. Роман Синеговский, получив всю необходимую информацию, подчеркнул, что нужно по максимуму использовать все оставшиеся теплые дни, ускорить ход работ, чтобы уже в ноябре завершить асфальтирование. Разумеется, при этом не должно страдать качество. Строители рассказали, что и как они будут делать в ближайшее время. Разговор продолжился внутри строящейся школы. Глава Славянского района побывал на разных участках, там, где идут наиболее масштабные работы. Задавал специалистам конкретные вопросы, чтобы прояснить детали. Роман Синеговский заметил, что задачи по завершению строительства школы стоят серьезные, но вполне выполнимые. Нужно четко планировать последовательность и сроки работ, обеспечивая их качество. Строители заверили, что им вполне по силам выполнить намеченное. Мы форсируем те работы, которые нужно закончить до наступления морозов. В принципе, стараемся так выполнить в черне все основания. В текущий момент мы делаем все основания, подпроезды, тротуары, все плоскостные сооружения, благоустройство. В ближайшее время планируется приступить к укладке, скажем, в течение ноября месяца. К укладке асфальта, закончить тротуарные плитки, укладки всех тротуаров, площадок для отдыха. По стадиону то же самое. Планируем приступить к устройству финишных покрытий, не дожидаясь морозов. Как заверил руководитель инженерной службы, рабочих рук вполне хватает. Есть все необходимые материалы. Поэтому все отделочные работы будут выполнены в намеченные сроки. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, программа «События».